Быть не просто учителем начальных классов, а вселять уверенность в своих учеников, что они могут покорить буквально целый мир. Учитель начальных классов коррекционной школы-интерната номер 3 Марина Баловнева стала одним из магнитогорских педагогов, кто получил звание лауреата премии Законодательного собрания Челябинской области. Такое высокое признание педагога вовсе не случайно. Почему? Расскажем в нашем репортаже. Встретить каждого ученика лично и пожелать хорошего дня. Так начинается учебный день в классе у Марины Баловневой. Сегодня ребят ждет сюрприз. На занятия педагог принесла свои награды, как пример того, что нет ничего невозможного. Хотя в таком признании, как премия Законодательного собрания Челябинской области, сама Марина Викторовна сомневалась до последнего. Когда я узнала об этом, это было в начале сентября, к сожалению, я была на больничном в этот момент. Позвонил директор и мне сказал, и я просто... Ну, сначала я вообще не поверила. Я такая сидела, потом уже открыла письмо, которое мне прислали, и уже прочитав свою фамилию, я, конечно, уже поверила. Была удивлена, ошарашена, ну и, естественно, счастлива. Быть счастливыми учит Марина Викторовна и своих учеников. Работа в специализированном учреждении требует особого подхода к ребятам. Это работа с сердцем и душой к каждому ребенку. По-другому здесь нельзя. В коррекционной школе-интернате номер 3 обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. Потому и принцип работы с ними иной. Марина Викторовна обладает возможностью и способностями по развитию остаточного зрения у наших деток, развитию зрительного восприятия. Она использует в своей работе технологии коррекционно развивающего обучения именно слабовидящих детей. Дети меняются. Ну, наверное, да, сначала было очень, так скажем, немножко необычно. После института, после практики в простой школе. Но втянулось и дети стали такими, как все. И уже нет сравнения с детьми из обычной школы и в нашей. То есть наши дети такие же, как и все. За 27 лет работы в школе Марина Баловнева разработала свои методики работы с детьми. Неоднократно становилась победителем педагогических конкурсов и получила признание Министерства образования Челябинской области. Сегодня она руководитель методического объединения педагогов начальной школы. В рамках внеурочной деятельности ведет кружок робототехники. А ее воспитанники – неоднократные участники и призеры городских соревнований в этом направлении. Особую гордость коллеги испытывают из-за хобби Марины Викторовны. Вне стен школы она настоящая кудесница и фея кукол. У Марины Викторовны есть еще другая творческая стезя, очень необычное хобби. Марина Викторовна у нас занимается созданием кукол. Прекрасных, великолепных, каждая со своей изюминкой. У себя дома она буквально открыла творческую мастерскую и радует своими изделиями своих друзей, своих коллег и своих родных. Поэтому вот такие уникальные творческие педагоги работают в нашей школе. Пример своей первой учительницы и определил жизненный путь Марины Баловневой, решившей посвятить себя педагогике и работе в начальных классах. Возможно, кто-то из нынешних учеников Марины Викторовны решит пойти по ее стопам. Но главное, уверен и педагог, чтобы ее воспитанники смотрели на этот мир широко раскрытыми глазами и не сомневались в том, что у них все обязательно получится.